Сегодня мы нарисуем голову Корше и пройдемся по основным этапам в рисунке. Первое, с чего мы начнем, это найдем общий силуэт головы. Помните о том, чтобы композиция головы в целом не была большой. То же самое не стоит делать голову маленькой, в том и в другом случае это плохо. Давайте примерно наметим границы нашей головы. Вообще от общего силуэта зависит многое, если мы найдем его точно, то образ в последующем будет найден верно. Не обязательно точно попадать во все эти наивысшие точки головы, потом постепенно мы будем это все уточнять. Главное найти сейчас общее соотношение ширины и высоты. Ну и примерно обозначить те места, где у нас будет ухо и перелом вот здесь. Ну и шею тоже можем наметить. Постепенно стоит уточнять, проверяя точки, наивысшие точки формы по вертикалям и по горизонталям относительно друг друга. Продолжение следует... Каждый раз проверяйте точки относительно друг друга и постепенно уточняйте общий силуэт. Чем точнее вы найдете общий силуэт, потом уже работа будет намного легче. Потому что общий силуэт это база, а от базы многое зависит. Это фундамент. Чем крепче будет фундамент, тем лучше будет рисунок в дальнейшем. Поэтому уделите общему силуэту большое внимание. После того, как мы более-менее точно нашли силуэты, давайте разделим этот общий силуэт на частные. Но для начала давайте определимся, какие тут силуэты могут быть. Тут можно разделить на блок шеи. Давайте сделаем частный силуэт шея, пьедестал и голова. У нас будет три частных силуэта. В дальнейшем мы будем их прорабатывать и получать форму. Кстати, пока у нас плоскостной рисунок. Плоскостной, потому что силуэт это понятие, прежде всего, плоскостное. Потом, когда мы перейдем внутрь силуэта, мы уже будем получать непосредственно форму. Сейчас мы с вами говорим и видим построение линейное. В рисунке есть несколько построений. Может быть шеописное построение, может быть линейное построение. В данном случае линейное. Но и линия тоже бывает разная. Линии можно сказать разные вещи. Например, линии можно сказать контур формы, силуэт формы. Также линии можно обозначить и силуэт цвета и тени. То есть это немного разные подходы. И это тоже стоит учитывать при рисовании. Что именно мы видим? Что именно мы изображаем? Так рисунок будет осознаннее. Давайте сразу наметим ушное отверстие. Потому что в голове, как правило, все строится относительно ушного отверстия. Мы уже понимаем, на каком уровне и как голова расположена относительно нас. В данном случае голова немного находится в повороте. И получается такой выразительный эффектный ракурс. Относительно этого ушного отверстия можем сразу и объем ушного раковины наметить. Не забывайте сравнивать также все эти объемы друг относительно друга. Несмотря на то, что голова находится сейчас в таком ракурсе, в таком повороте, уши находятся на относительно одной линии. Направляющей. Будем называть это направляющей. Вот. Сравниваем все точки. Точка – это вершина формы. Линия – это путь между вершинами. Тем самым, соединяя вершины между собой, мы как раз таки в дальнейшем получим форму. Разделив форму на частные силуэты, теперь мы можем перейти к построению и уточнению каждого из них. Давайте начнем с объема шеи. Несмотря на то, что мы сейчас будем каждый объем, каждый частный силуэт строить по отдельности, грубо говоря, все равно мы должны понимать, что это объем целый. И должно быть целостное восприятие в дальнейшем. Поэтому всегда сравниваем между собой все наивысшие точки любой формы. От маленькой до большой. От большой до маленькой. Заметьте, что я держу карандаш в определенном положении. Вообще, позиции основные три. Можно держать карандаш таким образом, как будто я держу зонтик. Карандаш можно держать таким образом. Привычное положение для письма. Мы можем также держать карандаш в положении пишу, но чуть-чуть наклонив его на ладонь. Тем самым, в этих трех позициях мы получаем разное нажатие на бумагу. Это хорошо тем, что мы можем оперировать тоном. И вообще, в дальнейшем, если мы научимся чувствовать карандаш, мы можем с помощью одного карандаша сделать весь рисунок. В данном случае я рисую карандашом B. Можно взять карандаш HB, если вы сильно даете на бумагу. Почему карандаш HB? Потому что он не оставляет таких следов, как карандаш H или 2H, если вы делаете построение им. То есть бумагу можно легко повредить. Если мы на стадии построения повредим бумагу, то в дальнейшем в тоне будет работать очень сложно. Поэтому обращайте внимание на то, как вы нажимаете на карандаш при закладке построения. Если вы увидели где-то ошибки в других частных силуэтах, то сразу их исправляете. Несмотря на то, что мы сейчас будем строить шею, все равно будут всплывать какие-то видны ошибки в других частных силуэтах. Их следует сразу исправлять, чтобы потом это все не превратилось в снежный ком. Иначе будет сложно потом с этим разобраться. На анатомии мы сейчас заострять внимание не будем, потому что это очень большой блок, очень сложный блок. Сейчас мы порисуем основные объемы, не уходя в такие детали-детали. Стоит также понимать, что голова, а мы уже об этом немного поговорили, кстати. Голова имеет парные объемы, то есть не сказать, что голова это уж правильный симметричный объем. Нет, каждая голова она асимметрична. Говорить здесь о том, что у головы есть ось симметрия, бессмысленно. Скорее всего, есть центральная ось, и относительно этой центральной оси уже расположены какие-то парные объемы с левой и с правой стороны. Поэтому, если вы намечаете объем с правой стороны, сразу думайте о том и намечайте сразу объем с левой стороны. Да, еще чтобы не повредить бумагу, используйте ластик как можно мягче. В данном случае я пользуюсь клячкой Faber-Castle. Она самая мягкая и меньше всего повреждает поверхность бумаги. В детали сейчас уходить не стоит. Стоит намечать общие силуэты, общие, общие, потом в каждом общем силуэте находить уже более частные. В этом рисунке мы попытаемся совместить два метода рисования. Это построение линейное, но мы сначала обозначим силуэт формы, а потом уже будем обозначать линии, которые характеризуют границы света и тени. Далее можем перейти уже к основным объемам на лицевой маске. Можем наметить, кстати, центральную ось. Голова у нас находится в перспективном сокращении. В три четверти по обороту у нас. Поэтому левая часть у нас будет видна меньше, чем правая. Здесь у нас есть скуловая кость. Она у нас здесь видна. Далее у нас есть глазница, верхняя ее часть. Уточним общий силуэт. Прокладывая центральную ось, думайте сразу о рельефе. У нас здесь есть рельеф носа. У нас здесь есть рельеф рта широко открытого рта. Поэтому центральная линия немного уйдет в глубину листа. И потом мы выходим уже на подбородок. Поправив силуэт с левой стороны, получив и уточнив опорные точки. Мы уточняем еще все то, что у нас находится с правой стороны. Схематично намечаем два основных блока. Пока что вот так набросаем, где у нас есть лицевая часть, и где у нас есть часть, относящаяся к черепной коробке. Намечаем нос относительно опять же опорных точек, который у нас находится с левой стороны. Не забываем проверять не только по горизонтали, но еще и по вертикали. Намечать все эти объемы. Так мы получим наиболее точное положение всех объемов внутри формы. Старайтесь постепенно доводить рисунок силуэт формы любой формы до одной линии, чтобы каждая линия обозначала ту или иную форму. Так будет легче воспринимать ваш рисунок. Чем больше информации, чем больше вот этих волосатых линий, тем сложнее жить и вам, и зрителю, который на вашу работу смотрит. Но это не всегда. Есть, конечно, эмоциональные рисунки, которые экспрессивно нарисованы, и там много разных линий, но академический рисунок, он строг. Он строг к форме, и поэтому тут следует применять меньше линий. Меньше информации, но чтобы все было на своих местах. Постепенно уточняем и усложняем общий силуэт, и вообще усложняем каждую форму. Все начинается с простого, и только потом становится сложным. Давайте теперь наметим каждый силуэт внутри лицевой маски. Нос, он тоже имеет парные точки с правой и с левой стороны относительно центральной линии. Давайте сначала наметим общий силуэт носа, но потом уже перейдем постепенно к деталям. Пока не обращайте внимание на весь сложный рельеф, который имеет нос, мы его постепенно уточним и усложним. Наметим верхнюю часть глазниц. Это тоже парный объем с правой и с левой стороны. Можно также проследить уже за сложившимся движением, которое есть относительно центральной си, а именно за наклоном, который есть между парными элементами. направляющие. Их стоит всегда держать в рисунке, иначе все превратится в хаос. Заметьте, что я не зацикливаюсь на каком-то одном месте. Я намечаю один объем и сразу перехожу к другим объемам. Если мы зациклимся только на одном месте, то рисунок станет дробным. Мы построим одно место, потом придется подтягивать другое место и сложно будет собирать. Лучше постепенно намечать каждый силуэт. Наметили здесь, потом перешли к другому месту. И так постепенно собираем всю форму и постепенно ее будем уточнять и усложнять. Давайте наметим основные движения в ухе, относительно центрального отверстия, к которому все стремится. Немного подкорректируем форму. Наметили объем с правой стороны и сразу же намечаем парный объем с левой стороны. Наметим глазные яблоки. Наметим нижнюю площадку носа. Делайте все легко. Иначе потом сложно будет стирать, сложно будет работать в тоне. Каждый шаг должен быть очень легким. Каждый раз переключайтесь между объемами, между частными силуэтами. Наметили здесь, усложнили здесь и сразу переключились на другой частный силуэт. И поработали тоже там, чтобы все было равномерно. Все маленькие движения, которые есть вот здесь, в этой части лица, пока на них не заостряйте внимание. Они появятся сами собой, естественным путем, если вы постепенно от больших форм перейдете к малым. Не заостряйте внимание на мелочах. Смотрите за взаимодействием вот этих форм. Видим, что они продолжаются вот так, взаимодействуют по движению. Вот так раз провели и они находятся в такой визуальной синхронизации. Теперь давайте перейдем уже к более мелким деталям, к более мелким формам. Постепенно уточняйте каждый малый объем. Проверяйте угол. Можно приложить к референсу или к натуре, с которой вы рисуете. Уточняем углы, проверяем опять же все опорные точки относительно друг друга по горизонтали и по вертикали. Как они расположены друг относительно друга. Заметьте, что в тех местах, где я делаю уточнение, более мелкие детали, я меняю позиции. То есть я постепенно переключаюсь из одной позиции в другую. Все зависит от тех масс, которые мне нужно нарисовать. Если мне нужно нарисовать большие массы, то я использую широкие движения. Если мне нужны маленькие массы, я уже использую поменьше. Штрих. Не штрих, а движение. Смотрите. Вот в таком положении мы можем оперировать такими движениями. В таком положении у нас уже движение поменьше. В таком радиус движений еще меньше. И так мы можем рисовать детали более точно, более конкретно. Форма носа состоит из трех основных частей. Вообще все начинается с простого, как мы с вами здесь наметили. Мы имеем такой параллепипед, но в основании у нас трапеция. Вот. Далее мы разделяем этот большой простой объем на три составных. Здесь у нас есть в самой верхней части носовое отверстие, которое уходит в глубину. Здесь, как правило, у нас идет расширение. Вверх мы сужаемся, идя к переносице как с левой стороны, так и с правой стороны. Давайте еще наметим центральную ось, чтобы было понятно, что мы движемся и с левой, и с правой стороны. И проследим сам рельеф носа. Из носового отверстия выходят два парных хряща. И они сужаются как раз таки к третьей части. Из этих хрящей выходит еще одна пара хрящей. Также парных хрящей. Мы поговорили про фронтальную часть. В боковых частях есть еще два хряща, которые образуют как раз таки крылья носа. И все эти точки расположены на шарообразном объеме. На объеме челюсти. Теперь давайте все это привнесем в наш рисунок. Наметим три части. И прорисуем каждую из них. Идите от общих движений. Идите от общих масс. Постепенно это все уточняя и усложняя. В внешней части носа встречаются два хряща. И здесь есть как правило подъем. Легкий подъем. Но есть. Его следует изображать. Так будет больше информации в вашем рисунке. И так будет больше ясности в форме. Параллельно намечаем еще те объемы, которые находятся около носа. Чтобы они уже на данном этапе взаимодействовали между собой. Идите от общих масс. Идите от общих масс. Далее можем перейти на объем рта. Он широко приоткрыт. Сравниваем все вот эти точки между собой. По горизонтали. Где находится наивысшая точка этой дуги верхней губы рта. И по вертикали также смотрим где вот эти все точки находятся. Постепенно уточняем центральную ось. Анализируем рельеф. Как он идет по всей лицевой маске. Немного сдвинем ее здесь. Центральную ось. И возвращаемся к построению карта. Не забываем переключаться между объемами. Между частными силуэтами. И внутри их. Постепенно усложняя каждый из них. Все линии которые образуют границу между светом и тенью пока мы их не изображаем. Пока разберемся с формой. Если точно мы попадем в силуэт каждой из форм. То силуэты всех теней будет наносить намного проще. Мы уже будем осознанно понимать куда мы наносим тень. Падающая тень это проекция одного объема на другой. Ну если говорить языком на читательной геометрии. А если проще говоря там где есть какой-либо объем. То под ним всегда будет падающая тень. В зависимости от того как расположен источник относительно объема. Не забываем про частный силуэт шеи. К нему тоже возвращаемся время от времени. И уточняем, дополняем все то что мы там наметили. Постепенно мы получим и форму. Постепенно мы получим и сложный объем. Убирайте все ненужные линии. Чем меньше вот этих всех линий, тем чище и точнее рисунок. И возвращаемся обратно к лицевой маске. Давайте уточним расположение глазных яблок. Чуть-чуть поднимем повыше. Спасибо. Спасибо. Глаза также парный объем. Явный парный объем. Поэтому намечаем и рисуем их всегда в паре. Глаза должны быть синхронизированы, чтобы взгляд был в одну точку. Поэтому внимательнее намещайте каждый из глазных яблок. Чтобы в дальнейшем на место были поставлены зрачки. И чтобы взгляд был в нужном направлении. Не забываем про ухо. Время от времени возвращайтесь к нему. И уточняйте, дополняйте, усложняйте этот объем. Глаза просит. И убер this to the light. Проблема с накидом. И ставим. И еще на 38-ти утону сделаем всё. И на 44-ти утону. Но вы должны был лист этого объема. На 45-ти утону раз! Глазами к нему. Немного. височную кость височная кость как раз таки будет нам говорить о том где происходит перелом лицевой маски на фронтальную и на торцевую сторону постепенно постепенно уточняем уже почти выходим на завершающий этап построения когда мы поставили все на свои места и теперь уточняем каждый из этих полученных маленьких силуэтов давайте ухом немного порисуем по уточняем посмотрим на тех ли местах находятся наивысшие точки исправим если это не так наметим движение противозавитка это движение противозавитка если мы посмотрим на ухо все движения которые есть в ухе они стремятся к ушному отверстию к ушному отверстию движение противозавитка она наверху вот в этой части делится на 2 внизу нижняя ножка и вверху верхняя ножка давайте их изобразим на нашем рисунке сначала намечаем общее движение смотрим сразу взаимодействие с ушным отверстием уточняем мочку ухо она немного круглее и уточняем движение и положение глазного яблока уточняем движение и положение глазного яблока уточняем движение и уже вправе мы уже вправе намечать все то что находится в этой части легко не подражая натуре а следя и анализируя все эти движения намечаем сначала общее массы и и и и Продолжение следует... Постепенно уточняем все то, что мы наметили общими такими движениями. Сравниваем все это с тем, что у нас получилось. Все эти малые массы сравниваем между собой, чтобы все окончательно встало на свои места. Только после этого мы уже перейдем к заключительным деталям. До этого их делать нет никакого смысла. Все будет не на своих местах и в конце концов рисунок развалится. Продолжение следует... Не забываем о том, что мы с вами говорили, что эти три точки находятся на шарообразном объеме. И всегда держим это все в голове, думая о том, какая точка из них выше, какая точка из них ниже, чтобы это все встало на свои места. Поставим на место глаз с левой стороны. Чуть-чуть сделаем пониже. Уточним положение и форму переносицы. И наметим движение век. Лучше намечать их попарно. С правой и также с левой стороны. С правой и также с левой стороны. Не забываем работать по всему рисунку. Не зацикливаемся на одном месте. Уточняем форму надбровных дуг. Это также парный объем. И приводим их надбровные дуги в синхронизацию. Рисуем сразу два глаза, чтобы они были в визуальной синхронизации. Намечили с правой стороны и сразу нарисовали с левой стороны. И наоборот. Поймайте эти движения. Движения малых форм. Посмотрите, с чем они визуально взаимодействуют. И мы видим, что вот это движение малой формы взаимодействует визуально с дугообразным движением шарообразного объема глаза. Также проверяем это все по вертикали и горизонтали, чтобы это все встало на свои места. И стараемся попасть в силуэт формы. Наметим схематично пока что движение зрачков. И намечаем слизник. Слизник это то место, откуда начинаются два больших движения. Движение верхнего века и движение нижнего века. И стоит сразу смотреть на взаимодействие слизника с местом с правой стороны от него, где нижнее века заходит под верхнее. И то же самое делаем с противоположной, относительно центральной оси стороны. Слизник. Также намечаем верхнее и нижнее века. И вернемся к уху. Постепенно его доведем до конца, на стадии построения. Посмотрим точнее, где форма мочки уха заходит под форму ушной раковины. Давайте точнее нарисуем. Форму противокозелка без лишних линий. И как эта форма противокозелка переходит в противозавиток. Вернемся к глазам. Наметим толщину нижнего века. И уже можем в этом месте проложить силуэт падающей тени. Идем также по рельефу формы. На глазу. Вышли на толщину века. Вышли на само веко. И поднимаемся вверх, идя к переносице. И так же с правой стороны. Уточним глаз с правой стороны. А точнее с левой стороны. Сделаем чуть-чуть повыше. Посмотрим. Используем глаз. Chat. Поднимаемся с левой стороны. Вышли на шпионе. Поднимаемся с левой стороны. Вышли на шпионе. Поднимаемся с левой стороны. Вышли на шпионе. Силуэт падающей тени на левом глазу. Уточняем положение губ, сравниваем точки между собой. Уточним падающую тень внутри глаза и уточним все, что осталось по мелочам. Наметим тень на остальных местах, на таких как сжевательные мышцы. Проследим как падающая тень огибает объем. Также намечаем и собственные тени, вернемся к уху, проложим падающую тень в нем. Уточним общий силуэт черепной коробки. Уточним общий силуэт черепной коробки. И теперь перейдем к распределению линии по планам. Нет ничего сложного, мы просто ослабим все линии, которые находятся дальше от нас. Возьмем клячку и ослабим все то, что находится дальше от нас. Если посмотрим на человеческое лицо, на любое, даже на свое, то мы понимаем, что ближе всего к нам находится нос. Дальше от нас находятся глаза, скулы и так далее. Уши и затылок будут от нас в данном случае и всегда дальше всего. И проходимся клячкой по всем местам, которые находятся дальше от нас. И проходимся клячкой по всем местам, которые находятся дальше от нас. Любой объем находится в пространстве как относительно нас, так и относительно источника света. Сейчас работу, которую мы проделали, распределив линии по планам, мы показали объем, как он находится относительно нас. Теперь нам осталось показать в линейном рисунке, как объем расположен относительно источника света. Для этого мы просто ослабим все линии, которые находятся в свету. Не ослабим, а давайте их просто уберем, так и легче будет в дальнейшем работать в тоне. Также берем клячку, смотрим, чтобы была чистая сторона. И все линии, которые находятся в свету, мы максимально убираем. Тем самым на стадии построения мы уже показали, как предмет расположен и относительно нас, и относительно источника света в пространстве. Далее мы перейдем к работе над тоном.